Суматоха – последняя коррекция образов. Модели не волнуются, а вот дизайнеры наоборот. Кто-то зачитывает листы с текстом до дыр, кто-то готовит свои наряды. Это не совсем обычный показ, ведь вместо привычной оценки зрителей или судей, здесь аттестационная комиссия, строгая, как никогда раньше. Студенты Института сервиса мода и дизайна в ГОЭС защищают дипломные проекты. Сегодня представлены коллекции, которые заявлены как тренд сезона 2018-19 в направлении молодежной моды и детской одежды. Она соответствует не просто современным трендам, но и еще готова к производству. То есть это готовая промышленная, причем хорошая промышленная коллекция, которую хоть завтра можно запускать в производство. Анна – одна из дипломников. Волнение и усталость стали частыми спутниками жизни в последнее время, но дух боевой. Для комиссии подготовила коллекцию, которая до этого выполнила по заказу одной дизайн-студии Владивостока. Фишка в том, что каждый из элементов костюма может заменяться, и мы получаем из семи комплектов, может быть, еще больше. То есть если мы заменим куртку на другую куртку или джинсы куда-нибудь в другое место поставим, получим абсолютно новый образ. То есть это, ну, можно сказать, такой мини-гардероб. На показе были представлены разные коллекции – и театральные, и для повседневной жизни. По словам дизайнеров, тренд этого года – буйство красок и декора. Они сделали все, чтобы в новом сезоне любая девушка почувствовала себя самой настоящей моделью. Ведь быть красивой и женственной – модно. Женственность подчеркивается рюшами, оборками, цветочными принтами. Причем весь перечисленный декор украшает все образы – платья, юбки, брюки и даже верхнюю одежду. Но дизайнеры напоминают – во всем разнообразии красок главное – не потерять свою индивидуальность. Защищали свои дипломные коллекции 9 студентов. По словам специалистов в ГОЭС, к выпуску учащихся на творческих направлениях остается процентов на 30 меньше. Несмотря на это, в УЗИ решили открыть набор на специальность «Технология моды», где изучается весь цикл создания производства и реализации одежды. Могут себя попробовать не просто творческие студенты наши будущие, а сейчас абитуренты, но и те, кто имеет технические склонности, например, проектировать одежду как конструктор. А вот уже отучившихся студентов теперь можно будет встретить на показах. Некоторые из них создали творческие объединения, где будут коллективно воплощать свои идеи. Кто-то уйдет работать в модные бренды Владивостока, а кто-то продолжит учебу в магистратуре. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.